здравствуйте я рада что вы заглянули на канал сад без секретов сегодня поговорим об использовании золы в садоводстве у этого материала масса возможностей применения на участке большое количество плюсов в частности тот что зола достается нам совершенно бесплатно чаще всего садоводы используют золу либо в сухом виде либо в виде настоя но все-таки эффективнее всего готовить вытяжку из золы так вы максимально получите от этого вещества все полезные элементы и сегодня садовод из челябинска светлана иосифовна мартынова расскажет вам как правильно готовить вытяжку из золы и затем как ее использовать дорогие садоводы добрый день мы сегодня с вами поговорим о правилах подкормки наших растений таким замечательным я бы сказала практически бесплатным средством как зола но залу нужно тоже правильно применять нельзя перри борщить но нет никакого смысла и не додать то есть во всем должен быть баланс и норм вот в такой пол литровой банке я сегодня специально взвесила 90 грамм 90 грамм чистой золы просеянный березовой хороший такой вот мягонькой очень очень хороший как лучше сделать если вам не нужно быстро использовать золу то есть у вас плановая подкормка то вы берете ведро высыпаете в ведро золу и со спокойной совестью изредка помешивая настаиваете трое суток мы поговорим о быстром варианте ну вот допустим у вас какие-то проблемы начались с помидорами и с огурцами вы не знаете что такое то есть листья стали бледные листья какие-то вам не нравится некрасивые хоть на перцах на томатах хоть на огурцах и хочется как-то ликвидировать эту безобразие значит что нужно сделать нужно сделать быструю помощь то есть не трое суток ждать а сделать за одни сутки как это делается мы с вами берем горячую воду то есть вот у меня кипяток у меня кипяток я беру чайник кипятка крупной кипяток нам ни к чему но вода должна быть горячая я добавляю с литр холодной воды и перемешивая аккуратно высыпаю золу банку лучше опустить в ведро чтобы зола не пылила тщательно размешиваем вот в горячей воде нужно мешать ну минуту ну максимум 2 то есть вот таким образом значит я в интернете увидела такую странную рекомендацию что чтобы получить из золы хелатную форму доступную ля-ля-ля-ля-ля-ля нужно к воде добавить лимонную кислоту давайте мы с вами поговорим вспомним химию вспомним школу это щелочь если мы в воду добавим лимонную кислоту что у нас произойдет газировка и где гарантия что наши с вами микроэлементы и полезные вещества ради которых мы затеяли вот это все мероприятие с золой не улетучится вместе с углекислым газом поэтому нужно подходить ко всему ответственно ну и не забывать то что мы изучали с вами в школе значит смотрите я размешала у меня получилось вот такая взвесь именно взвесь тут даже черные вот это сажа она тоже пошла в дело вот у нас получилось вот такая чудесная взвесь а мы оставляем ее где-то на полчаса на час для того чтобы она полностью остыла и когда она полностью остынет мы просто добавляем до 10 литров воды добавляем и оставляем на сутки через сутки ну ставим на видное место чтобы можно было где-то помешать прошел помешал увидел помешал чтобы не забывать через сутки через сутки если вам нужно делать вне корневую подкормку то вы оставляете на ночь для того чтобы проявился осадок у вас будет сверху прозрачная жидкость внизу будет осадок эту жидкость сливают процеживают и заправляют ей любой имеющийся у вас опрыскиватель какой должен быть концентрированный раз значит вот из этих 10 литров воды если вы будете опрыскивать через опрыскиватель то вы разводите на литр чистой воды литр вот этого прозрачного настоя если вам не нужно делать вне корневую а подкормку то вы просто ковшичком размешивайте вот эту всю звезь берете 1 литр вашей взвесе на 10 литров воды и поливаете со спокойной совестью любые ваши растения поливать вот таким концентратом как мы сделали нельзя лучше два раза по чуть-чуть чем один раз и сжечь корневую систему 1 литр вот этого настоя на 10 литров воды и под молодой огурец 1 литр под более старший огурец 2 литра а если огурцы уже в конце плодоношение то можно выливать и по 3 литра то есть чередуя опять же чередуя с органическими минеральными еще я хотела бы посоветовать вам вот такую вещь золу лучше использовать просто одну потому что если вы ее используете в баковой смеси где присутствует кислота вот допустим мочевина ну там или еще что-то какие-то там удобрения или вот говорят что надо взять замочку из травы добавить золу и подкармливать это баковая смесь практически не работает почему потому что кислую среду зола купирует то есть получается еще раз повторяю углекислый газ и все все полезные вещества уходят вместе с углекислотой практически полностью в воздух поэтому лучше еще раз повторюсь золу использовать одну безо всяких примесей можно смешивать органику с минералкой сколько хотите но золу лучше использовать мы с вами разобрали работу золы как ей пользоваться я думаю что вам это пригодится еще хочу как бы со своего вот опыта если у вас растут молодые абрикосы молодые сливы молодые саженцы допустим черешни то идеальный вариант золу сухом виде вносить только осенью а летом использовать вот такой настой или вытяжка кто как называет кто называет вытяжка из золы кто называет настой вот но разницы от названия нет а главное как приготовленной какая концентрация попадет в вашем растении думаю что эти рекомендации вам пригодятся вы приготовите вытяжку из золы и будете использовать золу с максимальной пользой для своих растений если вам пригодились и понравились эти рекомендации вы можете поддержать наш канал достаточно подписаться нажать на колокольчик и поставить лайк напоминаем что найти канал сад без секретов вы можете также и на сайте rutube.ru и в телеграме ссылки найдете в описании к этому видео ну а в комментариях расскажите для чего вы используете золу в садоводстве на своем участке удачи видео и видео и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok